здравствуйте друзья хотел поговорить на тему о том как нарезаются видео потому что много вопросов там и претензий советов и так далее значит некоторые говорят если есть человек вы давайте там два часа говорили будет два часа одно видео другие говорят нет но это же невозможно два часа или там час но он под два часа нас только один случай такой час невозможно же целый час там и вот нарезайте кусочками я хочу чтобы вы понимали что как бы вам лично вот допустим не хотелось бы это увидеть есть другие люди которые хотят абсолютно противоположно поэтому я стараюсь как бы соответствовать разным вкусом нашей аудитории поэтому и надо так и надо всяко но есть некоторые критерии которые в моем сознании существуют и которые я применяю когда решаю нарезать до кусочки на сколько кусочков или одним куском например когда мы делали интервью с блогером в основном они все идут одним кусочком хотя не не всегда но вот в последние дни допустим андрей везде сами да из москвы там два часа получился фрагмент я не ожидал что мы так долго проговорим но тем не менее и я подумал что его не будем резать потому что тематически там в принципе вот такой цельный кусок то есть это один разговор с одним человеком поэтому он так и пошел дальше получается такая история вот допустим когда мы со светланой кофта это адвокат иммиграционный мы разговариваем на разные темы светлана уже не первый раз у нас на канале а второй и когда мы первый раз разговаривали первый раз я не стал нарезать хотя там тоже достаточно продолжительная была беседа я не нарезал потому что я не знал увидимся мы еще не увидимся но вот есть человек вот есть человек и есть сюжет как мы беседуем с этим человеком на разные темы дальше получается что вот мы второй раз собираемся мы затрагиваем разные темы каждая из этих тем достаточно интересно например там скажем про депортацию я хотел отдельный кусочек чтобы был про депортацию чтобы люди которые придут на youtube и будут интересоваться конкретно депортации чтобы они узнали про депортацию какие там тонкости про вот этот вот интересный такой элемент как без холдинга примовал и я подумал надо отдельный сюжет отдельно там был разговор про профессиональную этику и я подумал это тоже неплохо и они небольшие вышли там по 13 минут там по 10 иногда там 20 минут но я просто считал что каждая из этих тем нас настолько сама по себе интересно что спрятать ее в полутора часовом видео там все вместе было на полтора часа на час 35 я подумал тогда многие просто не увидят не найдут какой шанс что там человек досмотрит до конца полтора часа разговора и я знаю статистику я знаю что 20 процентов досматривает до конца примерно ну так это немножко варьируется в зависимости от тематики там может быть но но все-таки поэтому так вот я их немножко разделял и кроме того все вы тоже понимаете что видео находят в поиске хотя в целом вот у нас на канале я могу сказать что я постоянно пытаюсь там понять что происходит и понять как те или иные действия с моей стороны влияют на это но вот могу сказать что 8 процентов просмотров немного всего 8 процентов просмотров это то что происходит в поиске да то есть люди пришли в поиске поискали там нашли что если мы посмотрим отдельно статистику по тем кто не является подписчиком потому что там есть отдельно, там есть совместное по подписчикам и по неподписчикам то получается что по неподписчикам это уже 14% то есть наши подписчики тоже что-то ищут может быть в старых там видео находят и так далее но все-таки для людей, которые ух так, смотрите-ка у меня камера поползла, это мазнул резко значит получается что для людей, которые не являются подписчиками значит каждый седьмой просмотр в поиске они находят это много, 14% это прилично поэтому я подумал что правильно, если тема как бы достойна иметь возможность ее найти по каким-то ключевым словам мне может быть не всегда удается потратить достаточно времени и сообразить вот с ключевыми словами потому что как-то все это достаточно быстро происходит создание там заголовков ключевых слов и так далее ну как могу, во всяком случае я пытаюсь вот и когда мы с Оксаной Красулей снимали этот сюжет он тоже такой достаточно продолжительный получился и я думал оставить один или сделать несколько но тут получается такая история с одной стороны там идет разговор про торты там Тирамису которые Оксана делает и это как бы одна линия совершенно независимая другая линия это человек написал книжку как знакомиться в сети поэтому надо поговорить об этом плюс у нее есть своя история жизни какая-то мы первый раз видим человека так и какая история жизни этого человека соответственно она рассказывает как она там училась работала с мужем познакомилась и так далее поэтому я мог сделать одним куском мне как бы не жалко но я подумал что объединять в одно тех кто интересуется там тортами или допустим там знакомствами это в общем-то неправильно поэтому так у нас получилось за два дня там что-то много сюжетов но так вышло вот я чувствую кого-то напугал потому что так вот люди которые подписываются новенькие многие как увидят там вот эти имейлы с сообщениями о новых видео они пугаются и отписываются я как бы уже знаю что если вдруг много народа подписалось то было пару дней когда что-то резко рвануло вот я уже знаю что там когда они поймут куда попали значит там какая часть из них резко отпишется так что вот я я извиняюсь если кому-то вот эти имейлы там на нервы действуют можно отписаться от имейлов и там я не знаю это все такое как бы по желанию optional да то есть человек может быть сам не понимал что на что он подписался в смысле вот получение имейлов но тем не менее это регулируется вот такая история вот ну что еще сказать всякие бэкграунды веселые говорят а что у вас вот там 7 видео маленьких получилось со Светланой Каф говорит а что сделали бы разные заставочки картиночки бы разные а то что один и тот же человек там 7 видео с одним и тем же человеком дело в том что в тот момент когда мы их делаем они подряд идут и вот вроде бы 7 видео а когда время пройдет какое-то и актуальность все равно сохраняется и дальше они в поисках будут выходить они будут выходить в рекомендед видео там слева не слева справа там да и уже не будет их 7 а будет выходить где-нибудь одно там может быть максимум два и я хочу чтобы было видно человека потому что когда когда у тебя на экране серьезный специалист когда у тебя профессиональный человек ты не хочешь его ну я не хочу закрывать его какой-нибудь картинкой там где там менты повязали кого-то и депортируют или там он в цепях в наручниках там и так далее я не хочу картинку я хочу показать вот есть человек хочешь его послушать давай вот кроме того может быть кто-то послушает посмотрит одно видео Светланы и в следующий раз он увидит что там тоже Светлана и тот же человек у него уже какой-то уровень доверия значит он пойдет тоже послушает то есть что я хочу сказать что это не делается бездумно это конечно делается на ходу и делается довольно быстро и может быть не настолько тщательно насколько надо было бы это сделать но это достаточно продуманно и как бы когда что-то происходит это не потому что кто-то не доглядел а потому что в силу тех причин или этих причин значит было принято такое решение и что еще сказать и вообще имейте ввиду что если вам что-то нравится или не нравится это неплохо когда вы говорите об этом потому что я все это суммирую там и реагирую но в общем имейте ввиду что если вам что-то не нравится то есть люди которые имеют прямо противоположное мнение и тоже его высказывают то есть как бы нас много и это здорово вот ну а я соответственно пытаюсь вот как-то это многообразие значит там совместить чтобы всем было комфортно счастливо то есть это что-то